10 тысяч рублей за какой-то который ребенок один раз зимний футбол не работает и ко мне пришлась дурная мысль может я сама сошью плащ для дани а в леонардо что это за штучки вы говорили которые можно легко налепить фуарелон 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 не знаю к нам приехала елочка будем ее разбирать потерялся стилус он упал между диванами чтобы найти стилус надо думать как стилус тут нашел в общем москва радует в этом году очень конкретными сезонами осень была феноменальная как вы помните по моим рассказам конечно же или если вы здесь находились сентябрь был супер солнечный октябрь максимум три дня дождика все остальное время сухо что для москвы дико непривычно мы сегодня с его нам обсуждали у меня сложилось ощущение что но прошлой зимы мы были в турции а до этого двери три зимы в москве действительно было ощущение что ты к декабрю уже выдыхаешься тебе уже надоедает серость ты уже устаешь от грязи от каши-маши на дорогах ну вы посмотрите на это ну какая же это каши-маша это чистый кайф это просто как в сибири такое ощущение что мы оказались новосибирске белые частей в снег в москве чудеса какие-то я с утра пораньше в субботку отпросилась в семье иду на вайлдберрис потому что меня там ждут дополнение к новогодним костюмом в общем у меня несколько знакомых стали снимать контент формата я купила на вайлдберрисе вот это вот такой артикул они набирают нереальное качество оборотов я решила в качестве эксперимента попробовать тоже потому что это живой человек я тоже заказываю кое-что на вайлдберрисе плюс у меня есть определенная специфика того что я мама и у меня помимо каких-то женских и домашних бытовых штучек есть детские вещи которые заказываю мамы я думаю каждая мама меня поймет первые полгода жизни ребенка ты радуешься ой особенно бедня беременная вообще радуешься я выберу ему то все тебя прям доставляет удовольствие такие хлопоты приятные а потом ты начинаешь закалюмываться потому что это не заканчивается то нога выросла то пижама уже застиралась то варенье весь уделался и не взял ни один кислородный отбеливатель то еще что-нибудь такие вот трудности а зима осень это же кошмар мама не знает во что одеть какую подделу одевать или нет такой комбинезон заказать чтоб ребенок мог двигаться а ножки чтоб не замерзли а ручки а варежки а вот это думаю если вы мама вы меня понимаете а если не мама готовьтесь если планировали если не планировали тоже отличный вариант вот так вот я хочу поэкспериментировать так сложно ребята и девчонки снимать из контент вот 50 тысяч ракурсов еще сверху какой-то обязательно голосочек наложен веселый в начале какой-то крикбейтное такое начало аля меня все обманули или еще что-нибудь я никогда больше это не куплю в общем это мне кажется что нужно в этом иметь определенные скилл да какой-то навык чтобы снимать такую потрясающий такой контент мне казалось что это немножко глуповато но я хочу какой-то своей манере снять что-то такое же глупенькое вот потому что она набирает обороты интересно и самое интересное что я сама залипаю на эти рилсики с вайлдберриса и сама потом гуглю артикулы вот нагуглила сейчас пойду померяю юбки в поэт конечно же и платье может быть что-то покажу вам если сядет удачно пинаешь снежок да нет вам не а а ты пап пинаешь а йошкин кошкин зимний футбол не работает какие красивые лесные ну мы тоже приготовились и что нам делать ну пойдемте на центральную по горочкам хотя походе вот этот мяч даня чемпион в а молодец идеальная погода для фигуры футбол 1 2 3 ты там уже землю ангел до земли добрался ты будешь так падать есть у меня для вас интересная история куда я собралась я как настоящая мать задумываюсь о новом годе для ребенка а новый год знаете это такое комплексное мероприятие и даже несмотря что ребенку сейчас будет год и девять месяцев 5 декабря я решила что ему нужен костюм потому что он точно пойдет в бэби-клуб и мы точно пойдем на какой-нибудь новогодний спектакль ну и плюс будет фотосессия еще дома в общем как сами понимаете без костюма просто никуда и в общем оказалось что это не такая простая задачка в современном мире выбрать новогодний костюм для ребенка учитывая что ребенок еще маленький огромное количество костюмов есть для ребят постарше для школьников да на marketplace ах типа зона вайлдберриса и соответственно для таких малышей есть варианты я вам сейчас я покажу я не хочу никого этим обидеть может быть кому-то такие костюмы очень сильно нравится но по мне это выглядит плохо да то есть вот эти вот плюшевые как будто умершие звери сверху эти жилеточки меховые трусики или например костюмы которые полностью надо одеть какую-то меховую штуку на ребенка с носками блин ну ему будет просто жарко и некомфортно я не понимаю зачем это я хотела мы просто штанишки и кофточку дати поля как новогодние пижамки что-то такое и хотела что-то прикольное я начала мониторить в инстаграмах что же шьют такого интересного и этот мониторинг поверг меня шок захожу я значит в инстаграмчик там ну просто невероятной красоты бархатный такой сюртук наверное так его бы назвала вы знаете но сейчас я вам покажу да вот вы его видите бархатный сюртук ну роскошь скажите же ну роскошный костюм я такая вау шьют вообще под любой размер и на таких малышей как бы классно смотрю на стоимость вы видите да 10 тысяч рублей за какой-то угребаный сюртук который ребенок оденет один раз ну как-то ну зашло ну где я зачем где я кто я зачем обидно я начала искать дальше оказалось я не помню у этого же бренда или какого-то другого невероятной красоты накидки и пересеты синий бархат звездочки туси-буси я смотрю цену вы опять видите опять 10 тысяч рублей короче такое чувство что ну за 10000 как бы как будто расхожая цена как 500 рублей и паразиты в магазине в каком-нибудь на мой вкус так такой плащ стоит но даже если это супер авторская разработка мы 5000 рублей на красная цена но ребята правда ну как бы ну ну зачем вы это делаете зачем вы делаете за 10 тысяч рублей как бы я не понимаю после этого мы вот были недавно литлс можете посмотреть кстати о том как мы съездили на метро в литлс вот в этом выпуске а кто не видел вдруг еще конечно все видели я думаю ну так вот в этом литлси там одна из игровых зон это детский костюм и конечно же меня прям поманило туда это к смотрю бренд я сразу на бренде сфокусирует такая так я сейчас найду такой же в интернете оказалось что у ребят помимо литлси помимо того что ты можешь поиграть с какими-то игрушечками в пространстве у них есть отдельный магазинчик и там есть представлены эти костюмы этого бренда бренд называется мэри мэри какой-то известный я захожу и посмотрите на ценники опять ну как 10 16 тысяч рублей за детский костюм которую она наденет один два три раза но это какая-то жестяка что вы думаете кто про меня не знает эту часть моей истории я такой предприниматель что в одно время решила что я буду шить бабочки галстука это наверное был какой-нибудь знойный могу ошибаться 2012-2013 2013 год когда бабочки были на пике популярности я находила потрясающие ткани я шила дома я ненавижу шить вот там не люблю я шить понимаете как бы у меня расслабляет но в целом процесс мне не очень сильно нравится но мне очень сильно нравился результат ну и конечно то что я могла подзаработать я даже сделала там все вам тут показываю надеюсь у меня удастся смонтировать это коробочки красивое дело для бабочек искала ткани вот там за эти оленят не оленят у меня были супер оригинальные ткани которых не было вообще на рынке и ценник я тоже ставил там по 600 рублей знаете ли 500 600 рублей за бабочку но учитывая что там еще стоимость входила коробка до ткани на самом деле там на одну бабочку выходила сколько-то но не такие большие деньги короче там нормально получалось и я продавала прям прилично я помню перед новым годом по 10 20 бабочек как вы знаете на заработка неплохой для студенточки и даже наверно позже даже когда на работе я была я еще тоже делает 2014 2015 год я их еще шила и вопрос в том что то есть я знаю всю эту историю с фурнитурой как раскраивать то все пятое-десятое я с этим знакома причем не не было швейной машинки и я шила на руках и продавала просто совсем ручную работу там не было ни одного шва потому что такое супер хендмейт просто не было машинки я не хотел ее покупать у меня не было на это денег знаете ли вот поэтому в принципе с иголочкой я дружу и тут я себе у меня оторвалась пуговка подшивала пуговку и ко мне пришла дурная мысль может быть я сама сошью плащ для дани я опубликую это видео только если у меня получится вы знаете я перфекционист если у меня ничего не получится то я вам не покажу ну ладно всем покажу короче сейчас мы с вами едем какой-то странный магазин ткани я ни разу не искала ткани в я нашла какую-то сеть фея сейчас мы поедем туда что нам нужно по факту нам нужен метр ткани я думаю метра будет достаточно ему обмотаться метр ткани голубой в бархат или синего бархата и ткань в пайетку я ни разу не работала в ткани в пайетку я не знаю что с ней будет опять же опять нет машинки я буду шить на руках нужны будут нитки нужен будет мелок чтобы выкроить эту всю историю собственно все и наверно ходу пуговичку чтобы пристегнуть это история она дать еще раз дает у меня какие-то милые ощущения мама шьет ребенка костюм на новый год это так мило причем самоудительно ну купи ты вот этот плащ за 10 тысяч рублей а дали может не захочет его еще носить вопрос том что как бы я хочу попробовать посмотреть сколько стоит я надеюсь что ткани сейчас не приду и бархатная ткань не стоит 10 тысяч рублей что это а ладно давайте заказывать за 10 тысяч рублей все будет норм в общем будем надеяться что цены адекватно я вам сейчас все покажу потому что впервые это делаю но сама история вот сама формулировочка но она такая сладкая милая мама шьет ребенку костюм на новый год ну не мама просто а солнышко какое-то поехали со мной понимали что труд труд что путь до ткани не так просто как кажется в общем этот плащ все становится дороже и дороже с каждой минутой не поможешь подать вот эту только надо открыть я забыла как выполняешь как у нас будет ёлочка большая будет большая какая большая большая а будет у нас большая на нее мы надели такую большую звездочку спасибо большое спасибо я закрою раз-два-три гирляндочка гори для того чтобы каждый написал подводит морозу это тебе маме и папе мы будем на новый год писать письма деда мороза да не папе и маме всем под елочку положим папе дани и и маме правильно это символ года дракошка на его под елочку тоже будет ставить это мы печенье с тобой будем делать формочки для печенья у нас получится разный видишь дракончик там надо открыть посмотреть тесто с тобой скатаем такой большой балл потом мама сделает маленькие бабочки и нужно будет на них давить и потом запечем и получится печенье будем давить как вы поняли да у нас разбор подарков такой роскошный комплект думаю на фотосессию одену лонг слив данильчику лориа джинс я на зоне заказывала есть еще вот такие печеночки это спик спроси сегодня зашла звезда сезона это с фикс прайса вот эти чудесные тоже такие классные наклейки это тоже фикс прайс оказался мы с рядом с домом я не ожидала тут так и прикол деса символ года тоже взяла почему нет и еще письма деда мороза чтобы каждый из нас написал всем очень круто даня специально метр а в леонардо что это за штучки вы говорили которые можно легко налепить но легко да из него делаются не прозрачный то есть его просто тоже вырезаешь и любую фигуру такой материал из него разные фигуры можно сегодня уже без косметики тот же образ как понимаете я второй день хожу за тканями в общем я выбрала роскошную просто роскошного цвета бархатную ткань для плаща все это получилось загвоздку составили звезды я хотела выбрать ткань с пайетками ну и с ней помучаться в целом нужно сказать что магазинные ткани швейной фурнитуры выглядят так как будто ты на машине время отправляешься куда-то в советское время мне кажется или девяностые начало хотя я только родилась но мне кажется что это так выглядит очень антуражные тетеньки они как будто они с 90-х годов они не выходили вообще все оформление то как это выглядит то как с тобой общается вот все напоминает советские времена хотя я такого не видела но мне по фильмам кажется так так вот эти тетушки раз чудесная первых как вы понимаете в таких местах если тетушка недовольна в принципе проснулась без настроения то как бы она уже тебя будет обслуживать через губу и вот со мной это случилось первом магазине ткани где я взяла бархатную ткань получилось что-то за метр 1250 рублей что-то такое но учитывая что ширина у нее метр пятьдесят то есть большой такой кусман ткани мне там молодая девушка помогла подобрать ниточки и подобрала пуговку я говорю мне нужна золотая ткань и там была еще такая знаете как кожа заменитель блестящий серебряный лилайкра что такое блестящее серебро я хотела им взять не надо вам этого делать не берите все идите в леонардо там возьмете фуареллан ну короче какое-то слово на фе начинается на н кончается фуареллон фуарлон фуареллан не знаю в общем какая-то специальная штука мне дали ее потрогать в магазине ткани что она такая плотная по ощущениям как пена и что ее можно приклеить на клей но вопрос это плащ это ребенок он будет бегать я бы не хотела чтоб процессе игры у него отпадали эти звезды я бы хотела их подшить думаю точно в леонардо же точно есть ткани для почворка до такого вот я смотри как много знаю швейными швейной атмосфере швейной тематики так вот почворка когда из разных кусочков ткани шьют прикольные всякие одеяла подушечки ковры в общем прикол в том что там кусочки такой вот upcycling знаете когда безотходное производство то все кусочки сшиваются во что-то новое я там порылась порылась ничего золотого нет у тетеньки спросила она горит ну вот пайетки вышивайте сидите на ее пара с этой если мне надо звезд 10 я сколько буду сидеть пайетками то их вышивать в общем увидела я тут еще магазин рядышком с домом пришла туда а то мне говорят конечно же там лежит 10 рулонов может быть то есть там ателье и шьют немножечко но очень приятно тетенька я вас не отпущу пока мы не найдем решение и в итоге она говорит заходите на wildberries это называется термонаклейки и там есть термонаклейки с пайетками даже представляете как классно то есть я и с другой стороны проглажу и у меня будут звезды идеально ровные на плаще надо будет луну и звезды найти из пайеток золотых еще всем буду говорить что я сама вышивала сидела так что да сейчас в альберисом единым это решим он намоталась я знатно пуговичку тоже купила чтобы плачь защелкивать она синяя а я подумала блин было прикольно что была золотая звезда приходит во время еды вот эта творческая женщина со своим плащом ой не знаю ребята получится из этого что-то или нет верьте меня напишите в комментариях показать к нам приехала елочка будем ее разбирать все как нужно лесная красавица вау вау 180 сантиметров это чудесно и сейчас покажу что еще приехала приехала гирлянда 100 метров 100 метров друзья как я ее буду мотать одному богу известно ваня не очень любит новый год ну спокойно к нему относятся а с моей любовью и страстью и 100 метров вот этой вот гирлянды я не знаю сколько часов мне понадобится это руку порезала еще к нам приехали вот такие замечательные деревянные игрушки я если честно надеялась что они со второй стороны тоже раскрашены да то есть они тоже вот такие но нет ну ничего страшного а еще потрясающий наборчик который сыпется просто жесть каждая эта блеска отпадает но этот наборчик слова стоил 1200 рублей поэтому я думаю он так опадает здесь такие ниточки в общем нужно будет каждую ниточку привязать каждой фигурочки для вот этого ночевочка просто кайф чистый кайф а еще посмотрите что творится я же тут выкройку делала я посмотрела на ютюбе как шить плащ до накидку для ребенка в общем я поняла что почему плащ вот такой да то есть я проверяла горловинку то есть по раскройке там горловинка должна получиться вот такая давить и такая вот горло то есть вот это вот спинка это передняя часть да с разрезом здесь пуговичка у нас будет чтобы закрылась вот как бы все чудесно и здорово но мне кажется для данила большевата то есть я чуть-чуть по сантиметрику везде здесь под уберу такая швея просто мама не нет линейки я пользуюсь вот таким вот сантиметром просто полный джинга бэлс история дня я дала няне и данильчику вот он данильчик мама дала им планшет поиграть чтобы они не лезли пока мама работает я дала им планшет и стилус карандаш беленький да данил мама снимает видео да да и да не потом покажет я им дала поиграть игра длилась минут пять закончилась она тем что на нас сказала юля у нас чп потерялся планшет по планшет потерялся стилус он упал между диванами вот здесь мысли не настей я не покажу вам к сожалению чего мы только не делали мы поднимали диваны мы отодвигали мы открывали все составные части на полу нигде стилуса нет мы не нашли мы искали полчаса мы были все в пыли и грязи ваня сказал по телефону мне что юлечка я приду я сейчас приду домой и я его найду вот его вот диван на маленький ты хотел посмотреть видео да сейчас я тебе покажу где карандаш белый потерял данил где будете искать опять все будем начинаем поиски шерлок холмс спешит на помощь чтобы найти стилус надо думать как стилус еще на было открыто чуть-чуть дырочка смотри папа кидает стилус видела я не слышал надо насти видео отправить у меня гипотеза что он куда-то прилип мы поднимали диван и мы их разложили мы их отодвигали полностью мы нашли машину на немножко замарай ручкой костюм нашли машину нашли два шарика мы чего только не нашли сынок может открыть пожалуйста ручку вот клопачком тык мне да мы потрогала я все железяки и внутри конструкции снаружи но не мог он прыгнуть пол километра но мы все варианты мы открыли в этот бельевой шкаф мы открыли вот этот вот основную раздвижную историю и нигде нигде нет стилуса это будет самый дурной влог новый комбинезон у данил где стилус где стилус где он на ручку пожалуйста закрой клопачком я тебя очень прошу мы сейчас все замараем ручкой помочь давай я тебе закрою и и дам доход если хочешь нашу так улыбаешься насти тоже гульту блин ну так уже интересно потому что мы ну как бы столько потратили времени то есть мы полчаса реально все рыли она поднимала три раза диван полностью тут нашел думаю как стилус это не может быть это твой ты прилепил я купил еще один запасной для блога серьезно отобьется вашими просмотрами ребят но вы обязаны поставить лайк и подписаться на нас еще больше расследований и неожиданных приключений это да а и а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok